И с вами здравствуйте, это Укралов ТВ, и мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала «Торговая марка Гейтман» и «Медицинский центр «Призма». А с нами на связи Юрий Касьянов, которого вы очень хорошо знаете. Юрий, здравствуйте, очень рада вас видеть. Здравствуйте, здравствуйте. Юрий, знаете, вы вот хороший пост написали, и я практически все время вас читаю, о том, что вот три месяца фактически продолжается уже эта война. Давайте вот, может быть, с самого начала начнем. Вот когда началась вот эта широкомасштабная война России против Украины, вы были к этому готовы, не знаю, психологически, морально? Ну, я понимаю, почему вы здесь, да. Вы знаете, ну, нельзя быть готовым к войне постоянно, всегда. Это, наверное, не осилит никакая человеческая психика. Я знал, что война будет, я об этом говорил постоянно, я об этом постоянно писал, я всех достал этими постами, и мне говорили, да, ты там, чего ты боишься, ты преувеличиваешь. Я как бы был готов. Я выкопал схроны свои, которые закопал, незаконные, конечно, да, которые закопал еще с той войны с боеприпасами. Я подготовил оружие, подготовил рюкзак, я был полностью готов, но когда началась война, я ее проспал, меня разбудила жена, я говорю, слышишь, тут взрывы кругом? Ну, война началась. И я судорожно начал там бегать по дому, собирать то, что уже было собрано. Вот, ну, понятное дело, что это такой первый шок, потому что, ну, все равно человеческое сознание отказывается понимать такие вещи. Это же за гранью разумного начать войну в Европе в 21 веке, когда уже были всякие там Ялтинские соглашения, были Хельсинские соглашения, когда, ну, казалось бы, угроза большой масштабной войны давно уже, как бы, ну, обошла Европу, это где-то там, может быть, в Малой, Средней, Азии, где-то в Африке, ну, не знаю, в Латинской Америке, на худой конец, но не в Европе уже, да? Я это прекрасно понимал, но я сам был в шоке, это я вам честно скажу. Ну, это шоковое состояние продолжалось, наверное, целый день, я пытался что-то делать, отвезти куда-то собаку, там, что-то, ну, отправить там жену, я ее отправила, она вернулась, ну, суд не в этом. Я говорю, что я пытался что-то делать, пытался понять, что же будет делать враг, потому что мы готовились к тому, мы, я имею в виду, я и мои друзья, к тому, что противник достаточно быстро сломает наше сопротивление, мы как-то достаточно скептически относились к возможностям ВСУ, зная, что очень много хороших ребят ушло со службы, и пришли многие зарубедчане, ну, мы недооценили ВСУ, в первую очередь, потому что враг очень жестоко начал наступление. Те зарубедчане, которые пришли, в общем-то, не воевать, а служить, они были вынуждены воевать, потому что был выбор, либо воевать, либо умереть. И когда к концу дня я понял, что враг продвигается достаточно медленно, и нет смысла ни в какой партизанской войне, там, в Киеве, в Днепре, где бы то ни было, да, ну, я просто поехал в Киев, купил, взял Рома Синицына, купил сам обычные бытовые дроны, вернулся к себе в Макаровский район, прекрасно понимая, что враг завтра уже будет здесь. И занялся просто разведкой, то, что я умею, там, координацией, разведкой, вместе с местной театрой обороной, и мы громили колонны, и очень успешно. Потом еще долго на Шнитомирской трассе, в других местах остатки этих колонн выгребали бульдозерами, и я очень рад был, когда это видел воочию. Вот, Юрий, знаете, я ведь признаюсь нашим зрителям, что мы делали интервью с вами накануне, и вы говорили, что будет большая война. А вы не верили. А я сомневалась, я не верила, я это публично признаю сейчас, да, это правда. Вот три месяца, как война продолжается, какая она, эта война? Как вы ее видите? Что удалось, что не удалось? Как вам кажется, где наши победы уже на этом этапе? Где нам нужно еще подтянуться? Извините за такое слово. Я просто думаю, что может быть оно самое лучшее, да, в данной ситуации. Вот ваше размышление об этих трех месяцах. Знаете, я должен сказать, что я не провидец. Я предвидел войну, потому что, ну, с точки зрения военного человека, которым я являюсь, я заканчивал военное училище, я служил офицером, и, в общем-то, всю жизнь занимался где-то околовоенными вопросами, так или иначе. Но я понимал, что война будет. Но я не мог предсказать, и мне сейчас многие люди, которые читают мои посты, вспоминают мои посты, скажем, второго месяца войны, они говорят, ты говорил, что в мае война закончится. Ну, я реально думал, что в мае война закончится. Ну, скажем, подавление... Почему вы так думали, Юрий? Вот я сейчас скажу. Подавление мирового сообщества какого-то, подавление санкций, подавление наших вооруженных сил, потому что было понятно тогда, когда еще противник был вокруг Киева, что он просто слаб, что мы можем его бить. Было понятно. У него было больше техники, у него было больше солдат, но мы могли его бить. Он растянул тылы, мы это все перерезали, как-то били и так далее. Но противник не дурак. Противник поменял стратегию, он перешел от шапка закидательства к стратегии долговременной войны. То, чего мы, наверное, не учитывали. Я, по крайней мере, не учитывал на том этапе. Они это забрали свои войска из-под Киева, из Сумской, Черниговской области и группировали их на Донбассе. И сейчас война, три месяца спустя, она имеет затяжной характер. Эта война стала более серьезной и более жестокой. Понимаете, эта война из нас, цивилизованных людей, она выбивает по кусочкам, она выламывает, она вымывает. Вот эту цивилизованность заставляет нас быть, становиться более, знаете, такими злыми и воинами, да, по-настоящему. Потому что мы понимаем, что уже никто нам не поможет. Несмотря на то количество вооружения, которое нам дают, ни один солдат Запада сюда не придет. Я понимаю, что оружие очень необходимо, но в первую очередь необходима воля, мотивация. И противник рассчитывал, что у нас вообще изначально уже этой воли нет, и что мы как там Крыму-то сдадимся сразу, или хотя бы как там на Донбассе, да, будет. Но на самом деле этого не случилось. Мы показали, что мы свободолюбивые люди, что мы готовы сражаться за себя, за свою страну, свою семью, своих близких, за всех нас, да. Просто это унизительно, когда кто-то приходит и диктует тебе свои правила или убивает тебя, что мы видели уже и знаем эти факты. И мы становимся более злыми вот сейчас. И противник, кстати, тоже становится более злым, потому что война ожесточает всех. противник рассчитывает и сейчас на более долговременную перспективу. Он хочет воевать до упора, до последнего солдата. И мы должны понимать, что война будет еще очень жестокой. Я вот сегодня прочитал, что в Украину за последнее время, скажем так, положительное сальдо вернулось 2,2 миллиона человек. Это хорошо. Начинают работать бизнесы, начинают жизнь как-то просыпаться. Это здорово. Тут не должна быть мертвая пустыня. Плохо то, что наша пропаганда, которая должна быть, естественно, во время войны, она уж слишком зациклена на наших победах, которые порой и не являются победами, а являются поражением противника, от нас независимым, допустим, как отход от Киева. Да, там мы его били, но в конце концов это была в первую очередь ошибка противника, что он растянул свои тылы, недооценил нас и поэтому он вынужден был уйти. Это не было какой-то нашей специальной операцией, по сравнению с российской специальной операцией, которая позволила нам прогнать противника из-под Киева, из Черниговской, из Семской области. То есть мы, почему я так говорю, наше население, в первую очередь, подавлением нашей же пропаганды, которая должна поддерживать, безусловно, боевой дух, оно думает, что уже война закончилась, что вы прогнали из-под Киева, прогнали из Черниговской, Семской областей, сейчас мы их там быстренько разобьем на Донбассе, там разобьем на юге и все будет хорошо. Не будет. Вот честно скажу, не будет. Война принимает затяжной, жестокий характер. Вы возвращаетесь в Украину, это классно, но вы должны понимать, что вам придется напрягаться здесь очень сильно и отдавать все силы тому, чтобы мы победили, потому что, если мы не победим, придут русские и устроят здесь вторую, третью, четвертую, пятую, двадцатую бучу. Как они это делают на востоке Украины, но мы пока эти факты просто не знаем так, как мы знаем бучу. Мы не видим этого пока. Мы еще не ужаснулись от тех ужасов войны, которые там происходят. А ужасы происходят постоянно. Вот в этом петле, в этом аду сейчас на Донбассе гибнут каждый день человек сто наших солдат. Об этом не президент говорил, поэтому, честно говорю, да, много. До ста. Это очень много. Сотни получают ранения каждый день. Это, конечно, не те потери еще. Хотя, как так можно говорить, потому что потери каждого человека, она для его семьи, это трагедия. Но это не те потери, которые были во Второй мировой войне, когда каждый день могли гибнуть десятки тысяч людей. Но это очень страшные вещи. И мы здесь в тылу, кто находится, вот я сейчас тоже нахожусь в тылу, потому что я приехал за техникой и поеду скоро, надеюсь, обратно. Мы в тылу, потому что приезжаешь в этот город и понимаешь, что здесь войны нет. Мы должны понимать, что война не закончилась, она завтра может постучаться в наш дом. Не то, что мы должны прямо сейчас ходить с флагами и поддерживать ВСУ, да, может быть, и так надо. И вешать на своих машинах флаги, и поддерживать ВСУ морально, поддерживать соседей, у которых сын пошел на войну, у которых муж пошел на войну, там дочь, жена, сейчас женщины и мужчины воюют наравне. Мы должны понимать, что война здесь, она придет завтра, может прийти запросто, ракетой, которая упадет на голову, бомбой, которая упадет на голову, или просто вот этими расистами, которые придут, чтобы вас убить. Вы должны быть к этому готовы. Мы все должны быть к этому готовы, потому что это война не на жизнь, не на жизнь, а на смерть. Это факт. Это страшная война. Она только-только сейчас начинается в той страшной фазе, которая еще нам предстоит пережить. Я не хочу никого пугать, но реалии таковы. Это действительно, понимаете, как говорили про Гитлера и его армию, это чума была 20 века, а это чума 21 века. Юрий, вот вы говорите, к этому надо привыкнуть, с этим надо жить, но ведь к этому невозможно привыкнуть. Абсолютно нельзя. С этим невозможно. Я говорю, что к этому надо быть готовым принять это. А вот как быть готовым? Вот готовым и привыкнуть, это, наверное, одно и то же, или готовым это просто держать автомат где-то просто возле подушки. Это же тоже вот такое. Знаете, до войны, до этой большой войны, на много раз приводили пример Израиля. Я сам приводил пример Израиля, где люди постоянно готовы к тому, что во многих районах Израиля готовы к тому, что будет обстрел. Вот сегодня ночью будет обстрел, днем будет обстрел, потому что террористы будут обстреливать какими-то самодельными ракетами, не очень самодельными ракетами, кто-то может взорвать автобус на остановке. Я думаю, что сейчас Израиль должен брать нас к примеру. Мы уже имеем больший опыт, чем Израиль. Мы должны быть готовы к тому, что ситуация может быстро измениться. До начала этой большой войны я даже писал там специальные посты, что надо делать. Предлагал людям эвакуировать своих близких, которые сейчас могут быть эвакуированы. Мне задавали вопрос, куда нам ехать, что нам делать, а потом посмотрите, что случилось. Вы помните эти дороги, забитые беженцами, которые в этих тапочках уезжали, куда попало? Ну конечно помню. Вот мы должны быть к этому варианту готовы. Не к тому, чтобы мы бежали куда-то, куда попало. У нас должно быть у каждого обычного цивилизованного цивильного, гражданского человека в Украине. Потому что военный знает, что делать. Должен быть собран тревожный рюкзак, должен быть запас продуктов. Я возвращаюсь к банальным вещам. Должен быть понятно, куда ты поедешь, с кем ты поедешь, если у тебя нет машины. Как ты будешь эвакуироваться? Потому что, поймите правильно, вот я занимаюсь воздушная разведка, корректировка от огня. И у нас возникают вопросы. Вот противник зашел в такое-то село. А есть там кто-то из наших на окраинах? Эвакуировались ли оттуда люди? Потому что наша артиллерия по нашим не стреляет. Понимаете? Это большая проблема. Поэтому люди гражданские, где только наступает война, они должны эвакуироваться. Тем самым развязывая руки военным для ликвидации российских вооруженных сил в этом районе. Это важно. Потому что еще не хватало того, чтобы наши люди погибали от нашей же артиллерии. И это те вещи, которые люди должны знать. Они должны заботиться о себе, о своих близких, о своих соседях, о тех людях, которые не могут сами о себе озаботиться. Это воспитание нации, если хотите. Мы должны быть единой сплоченной нацией в этих условиях. пускай люди возвращаются в Украину. Это здорово. Но эти люди должны быть готовы к тому, что война может внезапно ворваться в их дом. Сверху, снизу, как угодно. И они должны уметь противостоять этой войне. Те, кто не может держать в руках оружие, они должны эвакуироваться, должны помогать близким. Они должны иметь какие-то навыки оказания первой медицинской помощи. Я просто призываю к тому, что война еще не окончена, далеко не окончена. И поэтому вы можете ходить в магазины на работу, это все правильно, заниматься своими личными делами. Смотреть телевизор в конце концов, фильм какой-то вечером посмотреть. Тоже надо. Вы будете готовы к войне. Постоянно будете готовы к войне. Так будет проще жить. Вы будете знать, что у вас стоит рюкзак, что вы научились делать перевязки, вы знаете, как помочь соседям, куда прятаться во время обстрела, и все будет здорово. Мы победим в любом случае без вопросов, без сомнений. Юрий, знаете, вы сказали, что война сейчас принимает затяжной и жестокий характер. Вот за эти месяцы сложилось какое-то такое впечатление, что вот мы сейчас выстоим, получим оружие от союзников и пойдем в контрнаступление и погоним всех этих оккупантов чертям с нашей земли, условно говоря. И такое ощущение, оно очень стойкое, оно такое какое-то сформированное и такое очень оптимистичное. У вас несколько по-другому еще сказали, что война приобретает затяжной характер. Не вы первые сейчас об этом говорите, об этом говорят уже и там американские эксперты и британские и разведки и все прочее. Это понятно, да. Но тем не менее, вот какое у вас ощущение? Потому что, знаете, вот люди, это же постоянное ожидание, хочется, ну когда, ну когда мы пойдем к разобьем? Вот это ожидание вы прокомментируете? Ну, с точки зрения наших пропагандистов были выбраны, слава нашим пропагандистам, были выбраны два таких ключевых тезиса, это получение оружия Запада и контрнаступление. Вот эта тема, две темы педалировались и педалируются до сих пор, но, наверное, уже в течение месяца, если не больше. Любое наше малое продвижение вперед сразу об этом заявляется как о великом контрнаступлении, которое позволило там ну, серьезно изменить обстановку на фронте. Любое получение оружия тоже говорится об этом как, ну не знаю, божьим даре, который вот сейчас прямо молнии с небес разнесут эту армию орков пух и прав. Ну, для обывателя это хорошо. Обыватель должен, ну как бы, должен спать спокойно, понимаете? Для людей, которые находятся на фронте, ситуация не настолько однозначна, потому что так не бывает, чтобы ты получил кучу оружия и тут же пошел в наступление. Потому что ты пошел в наступление, даже получив кучу оружия, у тебя должно быть подготовленный личный состав, хорошее командование. В конце концов, у тебя должны быть намечены цели, куда идти, что освобождать. Правильно? Это не должно быть там тупо в лоб поломали оборону противника и что-то еще. Мы же не хотим класть наших ребят. Просто в бою тупо идти на какие-то опорные пункты и штурмовать их, знаете, закидывая мясом. Это не наш подход. То есть должны быть какие-то талантливые полководцы, должны быть какие-то планы военные, знаете, стратегические, они должны быть о чем-то обоснованно, они должны быть нетривиальными. Ну, как и в бизнесе, как и в любых других сферах, какие-то, знаете, должны быть талантливые люди, которые это воплощают в жизни. К сожалению, тут не все так хорошо, как бы хотелось. Я не буду тут долго распространяться, не хочу противнику давать козыри в руки. Но в любой, в любой стране, в любой армии воюющие есть какие-то проблемы, есть какие-то положительные вещи. Я просто хочу сказать, что мы можем радоваться тому, что там, скажем, Соединенные Штаты дали нам 90 гаубиц. Это действительно классно, это очень хорошо, правда. Эти гаубицы действительно лучше, чем и старые советские гаубицы. По крайней мере, там несколько раз лучше, чем те гаубицы, которые стоят на вооружении ВСУ, потому что у них изношены стволы, старые боеприпасы, они стреляют не так далеко и не так метко. Это факт. Но 90 штук. Понимаете? На российских складах, на запасах там десятки тысяч штук. Гаубиц. Россия, как производила боеприпасы с советских времен, так и производила, производит их до сих пор. То есть у них есть новые боеприпасы, которые не изношены, которых в Парахане отсырели там на длительное хранение и снаряды летят туда, куда на то. То есть мы получаем 90 гаубиц, они получают, ну, скажем, 200 гаубиц в то же время войска. Мы получаем, скажем, там 50 танков, они снимают с баз хранения 300 танков. Ну, то есть, понимаете, ситуация, мы как бы не можем их догнать, физически получая такое количество вооружений. Надо понимать, что мы боремся с одним из, действительно, с одной из сильнейших, если не армии, потому что, как армия, она себе показала не очень сильной. Ну, нельзя недооценивать противника, но факт остается фактом. Эта армия никаких таких стратегически талантливых решений не предъявила нам на сегодняшний день. И это, наверное, здорово, потому что наши же собственные ошибки, они нивелируются их ошибками. Важными, да? Начиная с того, что они неправильно спланировали всю операцию, думали, что у нас там за три дня где-то тут защелкают, но ничего не получилось. Сейчас они тоже неправильно во многом планируют операцию. Проблема в том, что и мы неправильно планируем операцию. А вот то, что касается вооружения, то тут все гораздо хуже. И пока действительно не заработает лингвиз, которым нам говорят очень много. И лингвиз именно в таком понимании, который был во время Второй мировой войны, когда Штаты и вся экономика Соединенных Штатов все, весь УПК работал на то, чтобы у противника в гитлеровской Германии появлялось все больше вооружений, потом просто больше вооружений, потом в два раза больше вооружений, потом в три раза больше вооружений. Пока это не заработает, так. Это оружие нам так не поможет, как бы нам хотелось. Поэтому сейчас работает больше не оружие, а стойкость наших солдат. в первую очередь. Вопреки плохим приказам порой, вопреки плохой технике, вопреки тому, что вообще нельзя воевать в таких условиях, в которых они воюют, они проявляют удивительную стойкость, потому что они просто мотивированы на победу. Почему они мотивированы на победу? Потому что у них нет другого выбора. Они защищают свою страну, своих близких. Нет другого выбора. это игру по себе просто, потому что выбора нет. Вот это компенсирует сейчас все недостатки в технике, недостачу техники, плохое командование порой. Потому что, поймите правильно, откуда взять хорошему командову? Вот откуда реально? Вот я прошу офицера, я там на рубеже двухтысячных ушел из армии, потому что армия никому не была нужна, и таких ушло много. Талантливых людей ушло много, я честно скажу, талантливых. Лучше их ушло, потому что лучшие могли найти себя на гражданке. Остались двоечники, они теперь генералы. Вот какие из них талантливые командиры? Объясните мне. Да откуда они возьмутся, если многие года при Кучме, при Ющенко, при Януковиче, при Порошенко культивировался серый подход, когда какой-то серый генерал вытягивает наверх своих друзей серых генералов. Откуда им взяться? Да, они во время войны появляются, но если наверху стоят серые люди, они не вытягивают, талантливых. Это факт. Такие случаи редкие, многие знают, там, из истории, допустим, Франции, Наполеон, но он там сам себя сделал, показал, что он Наполеон, и потом пришел в Париж, сказал, так я буду командовать. К сожалению, у нас не так. У нас очень много бюрократов, которые все режут на корню, которые очень хорошо устроились даже во время войны в Киеве, еще где-то, сидят, через них идут потоки, военные потоки, денежные потоки. Я не говорю только про генеральный штаб или министерство обороны, я говорю не только про офис президента, я говорю про все остальные структуры, которые задействованы, а так как государство мобилизовало все структуры, заведствованно в войне. Понимаете, есть очень много людей, которые прекрасно устроились на войне, истрибуют купоны, когда гибнут наши люди. Это тоже факт, об этом мы не говорим. Мы считаем, что мы все едины, все классные, замечательные. А я считаю, что надо показательно наказывать некоторых людей. Я считаю, что нужно просто говорить не только о наших победах, а о наших поражениях. Потому что то, что случилось в Чернигове, когда погибло 87 человек, это не должно было случиться вообще никак. Потому что сколько раз уже у нас попадали вражеские ракеты, бомбы и снаряды, всевозможные казармы, государственные учреждения, которые занимают под казармы, кому это приходит в голову? Где эти дебилы, дятлы, которые это делают? Ну, вернее, я знаю, где они. Они есть везде. Вот попало в казарму? Нет, попало в Яворе в казарму? Надо в Чернигове, чтобы попало, в Дисне, правильно? Как такое может быть, чтобы сразу 87 человек погибло от ракетного обстрела, потому что какой-то дядь сказал, чтобы люди размещались в казарме вместо того, чтобы выкопать блиндажи. Их же силами этих людей, они бы живые остались, заставить их копать. Нет трактора, пускай люди копают, понимаете? Они бы живы были, их родственники были благодарны, и эти люди сыграли бы важную роль в этой войне. Но вместо этого их селят в казарму, потому что так удобнее. И им объясняют, вам удобнее здесь где помыться, здесь есть простая постель, хорошая, удобная. Но им не говорят, что ночью прилетит ракета. Вот вы понимаете, в чем проблема? Это повторяется один раз, другой раз, третий раз, четвертый раз, пятый, двадцатый, сотый раз, несколько же можно. Пора уже кого-то наказать, может быть, пора кого-то приютно расстрелять. Вот это вот бардак, это, я не знаю, извините, не буду материться в эфире. И таких фактов очень много. Я беру только простой факт, я не хочу давать в руки противника какие-то козыри. Но я говорю о том, что кроме побед мы должны говорить о таких вещах. Мы должны делать выводы, жесткие выводы. Эти выводы должны быть не только какие-то, знаете, касается того, кого снять с этой работы или понизить в должности. этих людей надо давать под суд. Если необходимо, их надо расстреливать. Потому что на их руках кровь людей. Они просто сидят в кабинетах спокойно. И ничего не меняется для них. Они просто списывают на ракетный обстрел. И вот такая же ситуация у нас есть и на фронте, не только в тылу, где казармы обстреливают. И на фронте такие же вещи случаются. Потому что, извините, дебилов слишком много. Чересчур много спустя три месяца войны. Можно было с этим мириться в первый месяц, можно было во второй месяц. После третьего уже нельзя. Противник делает выводы. Противник учится на ошибках. Не так бы, как хотелось бы там Стрелкову. Стрелков тоже постоянно критикует российскую армию, российское руководство. И, кстати говоря, правильно делает, как имперец. Потому что он защищает свою имперскую сущность. Свою имперскую страну. Но они учатся. Они постоянно учатся. И мы должны учиться быстрее, чем они. Мы должны бежать быстрее, чем они в победе. Потому что у нас нет такого запаса вооружения. У нас нет такого запаса нефти и газа. Вы же видите, что творится на заправках. У нас нет такого запаса людского ресурса. Мы не готовы и не хотим бросать мясо вперед на пулеметы. Мы не звери, мы цивилизованные люди. И мы должны воевать цивилизованно. А чтобы воевать цивилизованно, нам нужно устранять всяких дебилов от власти. В любой структуре. Военной, гражданской. В офисе президента, наконец, понимаете? Везде. И, наконец, нам надо говорить критически о своих ошибках, о своих поражениях. Надо просто об этом начать говорить. Даже, извините, в Советском Союзе при Сталине говорили об ошибках и поражениях. И наказывали военачальникам. Даже грекители в нацистской Германии говорили. Но у нас почему-то считается, что об этом говорить нельзя. Вот табу. Вот просто табу. И поэтому, знаете, всякие вот эти вот люди, которые не по профессиональным навыкам, не по человеческим качествам, не должны командовать никем, они командуют до сих пор. А некоторые из них должны просто сидеть в тюрьме. Извините. Юрий, вот у вас ощущение, что эта война надолго? Или все-таки есть какая-то надежда? Потому что это уже с очень многим связано. Это связано и с настроениями, и с умением выживать в этих условиях морально, физически, экономически, в конце концов, и так далее. Какое у вас есть ощущение? Потому что вы-то, в отличие, скажем, от меня, вы-то были на фронте, вы же понимаете, чувствуете, что происходит. Вы знаете, много нюансов, с которыми я не знакома, и многие наши зрители не знакомы. Как вам кажется? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я не думаю, что все российское общество разражено просто вот бацилл империализма и ненавидит Украину. Я не думаю так. Я считаю, что в этом есть, во многом в этом есть наша надежда. мы сейчас видим в первые дни войны, что основу российской армии составляют люди, скажем, такие, из провинции, которые не имеют там работы, нанялись в российскую армию, чтобы как-то заработать где-то. Во многом недалекие люди. Я их видел многие, действительно во многом недалекие. А если есть далекие, есть какие-то более-менее цивилизованные, воспитанные, там, в том числе на каких-то принципах офицерской чести, такие тоже встречаются очень редко, очень редко. Мы видим сразу большую разницу и в отношении к нашим гражданам на оккупированных территориях и отношении к противнику в бою, потому что, знаете, война, какой бы она ни была жестокой, есть какие-то правила, законы, обычаи войны, даже нормальный солдат их не нарушает. То есть не издеваются над пленными, не добивают своих раненых, как делают многие ворки. Я это к чему говорю? Я хочу просто, чтобы наше общество не забывало одну простую вещь. В 91-м году Украина внезапно получила независимость благодаря российскому обществу, которое вышло в Москве против танков ГКЧБ. Сейчас об этом как-то не принято говорить тоже, потому что это тоже тема табу, мы ликвидируем все советское, все российское, и это наверное правильно во время войны, но мы должны держать уме, что в российское общество не всегда было таким, как им стало при Путин. Оно не всегда было таким, им оно было при Брежневе или при Сталине. Любое общество меняется ментально, в нем есть всегда какие-то группы людей, которые про украинские настроены и цивилизованно настроены, и не хотят войны. есть люди, которые одолтела, настроены за войну, рисуют эти знаки на детских учреждениях в России, выходят на какие-то митинги в поддержку войны, ведут себя вполне бредово. Но мы не должны забывать, что даже в нацистской Германии тоже были люди, которые за войну и были против войны. Поэтому когда вы говорите насколько эта война надолго или нет, если она будет решаться только военным методом, а нам сейчас никаких других методов, ситуация не оставляет, мы должны сражаться, и мы будем сражаться, это война надолго. По крайней мере месяца на 3, может быть там на 6, а может на 9, а может на 18. Если в российском обществе начнутся какие-то внутренние течения, они безусловно есть, они там есть уже разговоры на кухнях и так далее, если изменится как-то политический, условно-политический ландшафт России, потому что понятно, что там никакого политического ландшафта нет, там все защищено под Путина, ну, скажем, умрет Путина, мы берем какие-то гипотетические вещи, умрет Путин, изменилось общество, тогда, то мы можем увидеть новые противостояния с ГКЧП, но никто не думал, что в Москве люди выйдут так под танки тогда в 1901 году, ну, как бы невероятно, вы знаете, я продукт советской эпохи, я давно живу, я в 85-м году закончил школу, в 86-м поступил в военное училище, я все это происходило на моих глазах, на перестройках, сначала совок, потом перестройка, загнивающий совок, потом перестройка, потом развал союза, потом БКЧП, вот это вот все, да, и никто не мог подумать, скажем, в 86-м году, когда я поступал в училище, что в 91-м такое случилось, никто не мог представить, не в 87-м, не в 88-м, не в 89-м, даже в 90-м никто не мог подумать, поэтому я думаю, что я думаю, что все-таки не то, что надеюсь, я просто думаю, я не надеюсь, потому что если бы я надеялся, может быть, сложил бы руки, ничего не делал, я воюю с этим, с этой навалой, я думаю просто, что российское общество будет меняться, оно будет быстрее меняться, еще больше и быстрее, чем больше мы будем отправлять трупов в Российскую Федерацию, но у них, понимаете, такое большое население, для нас где-то грань понимания войны наступит тогда, когда у нас будет 30, 40, 50 тысяч погибших, это по статистике на наше население, когда достигнется этот уровень, не дай бог, чтобы он был достигнут, мы поймем, в каждом доме поймут, что война, чтобы в российском обществе достигнуть уровня понимания войны, должно погибнуть у них с их стороны не менее 120 тысяч, понимаете, какая грандиозная работа перед нами стоит, нам нужно отправить туда 120 тысяч мешков с этим дерьмом, извините, вот тогда они начнут понимать, и я очень надеюсь, что они, вот сейчас надеюсь, потому что я все-таки не животное, я человеколюбивый, гражданин Украины, я очень надеюсь, что они начнут это понимать раньше, чтобы мы убили их меньше, и чтобы погибло как можно меньше наших ребят, я в этом кровно заинтересован, потому что вместе со мной воюет мой сын, и на той войне, и на этой войне спировать нет. Ну, и позвольте еще вот один вопрос, Юрий, если у вас есть еще немного времени, вот вы военный человек, да, ну, вы учились военному делу, вот та война, которая сейчас происходит, вот с этими бомбежками страшными, это все напоминает мне, знаете, ну, извините, практически Первую мировую войну, я понимаю, что там со штыками, да, но все равно она жестокая, вот какая-то бесчеловечная, это не то, что люди там в каком-то бесконтактном бою, да, там воюют какими-то дронами, это вот совершенно другое, это вот, и вы думаете, вот она и продолжится такой, вот такой жестокой, или все-таки вот оружие, которое мы получим, позволит нам хоть как-то сберегать наших людей, хоть как-то вести вот такую дистанционную войну, ну, каким-то образом все-таки хоть немного вот облегчить вот для Украины эту войну? Вы знаете, сейчас нигде, ни у кого в мире нет такого оружия, которое бы могло, было бы действительно дистанционным, знаете, как кино показывают, это трава роботов, там летающих, либо наземных, они пошли, побежали, полетели, там убивают противника, ты сидишь, тут на мониторе кнопки нажимаешь и пьешь калу, так вот такого нет нигде в мире, и у нас тоже нет. По статистике, мы вообще, что в Первую мировую войну, что во Вторую мировую войну, что сейчас порядка 80% погибших на войне, это не те, которые погибли от пули, это не контактный бой, ни с нашей стороны, ни со стороны противника, это погибшие от артиллерийских обстрелов, минометных обстрелов, минно-взрывные травмы, то есть, мины всевозможные, которые везде массово ставят все, то есть, тысячи, сотни, тысяч мин. Поэтому война, действительно, сейчас она, по сути, такая же, как Первая мировая. Ну, наверное, разница только в том, что есть крылатые ракеты, есть самолеты, более дистанционное оружие, но в остальном война не сильно изменилась. Да, появились беспилотники, появилась возможность корректировать огонь, но, извините, она появилась с обеих сторон. Понимаете, когда мы говорим, что вот беспилотники нам здорово помогают, мы должны не забывать, что беспилотники здорово помогают, как противники. ну, тут баш на баш, паритет. Когда у нас, мы говорим, что у нас есть, появились хорошие орудия, дальнобойные, замечательно, все классно, вот эти вот орудия. Мы должны не забывать, что у России гораздо больше на складах точек Q они могут применять, их вместо дальнобойных орудий. Они могут применять гораздо больше боеприпасов, там смерчи, ураганы, тоже дальнобойные системы, которые накрывают вот эти замечательные американские галбицы. Стреляют по ним с большого расстояния. То есть на каждое действие, на войне есть противодействие. Это вечно борьба снаряда и брони. И вот в этой борьбе снаряда и брони есть еще человеческий фактор. люди, которые всем этим управляют, которые всем за этим стоят, которые либо могут выбрать для себя бегство с поля боя, либо упираются и стоят до последнего. И вот это вот силу духа никто не отменял ни на одной войне, потому что множество примеров, начиная с древних воин, со времен Александра Македонского, который мог победить многочисленную армию персов малыми силами, просто потому, что они были, дух его войска был гораздо сильнее, потому что он был талантливый полководец, потому что он не кидал людей как мясо в мясорубку, а он какие-то талантливые решения применял, стратегического, тактического уровня на поле боя. Вот о чем мы должны говорить, вот чему я призываю. У нас сейчас человеческий фактор очень важен, не только на передовой очень важен, но там он по факту и есть. Вот это сила духа, сила воли. Ощущается, Юрий, ощущается, когда из тыла на фрону? Я призываю, чтобы мы в тылу это наладили. Вот в тылу там где штабы, там где люди, которые принимают решения. Решения порой знаете, стратегические, которые могут быть, отберемся большими ошибками, трагическими ошибками, как ошибка пленения наших ребят в Мариуполе. Они могли выйти раньше, то есть надо было вовремя отдать приказ. Понимаете, о чем речь? Вот. И таких ошибок очень много, я не буду о них говорить, опять же, чтобы не давать карты в руки врагу. Просто есть вещи, о которых мы знаем. казарма в Дисне, Мариуполь, остров Змеиный. Так вот, эти решения кто-то принимает. И они либо могут иметь трагические последствия, либо принести нам победу. Я очень хочу, чтобы эти решения принимали талантливые люди, не просто патриоты Украины. Патриоты бывают разные, бывают дураки. чтобы это были талантливые люди, чтобы эти решения не стоили на многих жизней, чтобы мы быстрее эту победу обрели, которую мы уже заслуживаем давно. Мы, Украина, заслуживаем давно. Вот о чем я говорю. Юрий, спасибо вам огромное. Спасибо, мы очень благодарны за сегодняшний разговор. Спасибо, что сказали, что могли. Я тоже пыталась не задавать лишних вопросов, чтобы не давать ничего в руки нашему врагу. Спасибо вам большое. Берегите себя и пусть мы победим. Спасибо большое. Юрий Касьянов был сегодня с нами на связи, за что мы им очень благодарны. Конечно, мы признательны вам, нашей спонсорной платформе Патрион. Оставайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok